Ребятушки, для тех, кто еще этого не понимает, я бы хотел произнести вслух несколько предложений. Россия – это спонсор терроризма во всем мире. Первая мировая война. Вторая мировая война. Никаких Северных Кореи не было бы, если бы не Россия. Россия состоит из десятков народов, которые были истреблены, убиты, захвачены, подавлены. Россия все время проводила такую политику, захватывала земли соседние, убивала людей. Россия – это ее история, это ее настоящее, это ее будущее. Как бы она ни называлась. Москва, Московия, Российская империя, СССР, Российская федерация. Ну, давайте вот на примере Беларуси рассмотрим. Поскольку я родился в Беларуси. Ну, скажем так, возьмем отрезок. За 300 лет существования Великого княжества Литовского с XIV века по XVII век Россия воевала с беларусами около 70 лет. Длились войны. Вот, в рамках трехстолетий 70 лет. То есть, постоянно нападала, убивала людей, грабила и мучила. Но пока окончательно не разрушила нашу государственность. Потом мы, и не только мы, и поляки, и многие другие были в составе Российской империи. После того, как она распалась, кому-то удалось, кому-то не удалось создать свою государственность. Большевики Россия, они опять захватили. В Советском Союзе, наверное, уже, знаете, больше, лучше ориентируйтесь. Там репрессии миллионные. Создала Вторую мировую войну Россия. А если кто-то об этом не знает, тоже удивляется, то можете послушать, например, аудиокнигу «Ледокол» Виктора Суворова или Владимира Резуна, бывшего советского шпиона. Информации предостаточно. Мы живем в хорошее время. Россия сейчас в Украине делает все то же самое, что она делала всегда. Но, к счастью, мы живем в хорошее время, когда есть интернет, доступ к информации. Европа объединена. Соединенные Штаты Америки помогают Украине. Поэтому вот можно сказать, что мы живем в очень хорошее время. В принципе, Белоруссия, ну, она сейчас, конечно, не является самостоятельным, суверенным, правовым, демократическим государством. Но хотя бы номинально, вот она является отдельным государством. Но даже этого могло бы не быть. То есть, после этих всех геноцидов, и из века в век, и из столетия в столетие происходящих, здесь уже не осталось практически белорусов, этой крови, этого генотипа, по крайней мере, на Востоке. Ну, то есть, если вот только во время одного геноцида, тринадцатилетнего, который происходил с 1654 года по 1667 год, Беларусь потеряла половину населения. То есть, весь Восток был истреблен, убит, вырезан. Половину населения вот только тогда уже потеряла. Ну, и, конечно, как народ может восстановиться после этого? Могут быть такие потери вот у народов, если там за время одной только войны половину населения вырезают. А потом еще добивают. Российская империя, советское время, постоянные расстрелы, ссылки и Вторая мировая война. И вот идет постоянно такая негативная селекция. То есть, убивают лучших, которые думают, которые не согласны, которые хотят что-то изменить, и поощряют худших. И вот в России это происходило с поколения на поколение, из века в век. Вот, что лучшие люди убивались или были вынуждены уезжать из страны, а худшие люди поощрялись, находились власти, руководили страной. Очень сложная ситуация. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok